Все знают, что атмосфера Земли состоит из своего рода условных слоев, и в своем строении она уникальна. Ее уникальность заключается в том, что она включает в свой состав кислород. Его формула известна практически каждому современному человеку, который учился или еще учится в школе. Как простое вещество при нормальных условиях, он представляет собой газ без цвета, вкуса и запаха, молекула которого состоит из двух атомов. Но существует и другая форма кислорода, например, из трех атомов, и называется она озон. Впоследствии слой атмосферы, который содержит этот газ, был назван озоновым слоем. Открывателями озонового слоя принято считать французских физиков Шарля Фабри и Анри Буессона. В 1912 году им удалось с помощью спектроскопических измерений ультрафиолетового излучения доказать существование озона в отдаленных от Земли слоях атмосферы. А уже к концу 20 века над Антарктидой группа британских ученых обнаружила локальное падение концентрации озона в том самом озоновом слое Земли, ниже 220 единиц Добсона, единиц измерения содержания озона в атмосфере. Данное явление получило название «озоновая дыра». Но давайте обо всем по порядку. Озон как химический элемент очень опасен для организма человека. Однако находясь выше 20 километров от поверхности Земли, он защищает нашу планету от ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать людей рак кожи и стать причиной глобального потепления. По общепринятой в научной среде теории, во второй половине 20 века возрастающее воздействие антропогенного фактора в виде выделения хлор- и фторсодержащих фреонов привело к значительному утончению озонового слоя. Когда в прошлом веке над Антарктидой было обнаружено сильное снижение количества озона, исследователи довольно быстро выяснили причину этого явления. Дело в том, что озон образуется в атмосфере под воздействием ультрафиолета, и именно этот процесс вызывает поглощение наиболее жесткой части ультрафиолетового излучения, опасного для живых организмов. Но во время полярных ночей солнце не освещает полюса, а раз нет ультрафиолета, значит не появляется нового озона взамен распавшегося. Когда наступает полярный день, весь жесткий ультрафиолет проходит через озоновую дыру и достигает поверхности Земли. Поначалу казалось, что это влияние только естественных процессов, но позже выяснилось, что хлор и фторсодержащие фреоны, попадая в атмосферу, выступают катализаторами распада озона, во много раз ускоряя этот процесс. А ветра над Антарктидой во время полярной ночи движутся по замкнутой траектории, почти не допуская сюда атмосферу из других участков Земли. То есть полгода над континентом собирается фреон со всей планеты, а во время полярной зимы он концентрируется над полюсом, прогрызая в небе озоновую дыру. Как только эти исследования были опубликованы, разразилась настоящая буря. Экологи обрушились на производителей фреонов, обвиняя их в варварском отношении к природе. А химические предприятия тратили миллионы долларов на защиту фреонов в прессе. Производители хладагентов, спреев и аэрозолей во главе с компанией DuPont, одной из крупнейших химических компаний в мире, в один голос заявляли, что теория разрушения озона — это научная фантастика, куча мусора и полная ерунда. Ничего удивительного, промышленники несли миллиардные убытки. Но насколько эти заявления безосновательны? Может, стоит посмотреть на саму проблему немного шире? Существует предположение, что вся эта история с опасностью озоновой дыры была запущена с одной лишь целью — получение выгоды производителями новых хладагентов. После появления запретов о прекращении производства и использования озоноразрушающих веществ, в особенности фреонов, все ринулись сдавать кондиционеры и холодильники и покупать бытовую технику на новом хладагенте, который не разрушает озон. Начавшийся бум принес огромную прибыль — более 7 триллионов долларов — компаниям, которые первыми начали применять новые хладагенты. При этом умалчивалось, что альтернативный хладагент имеет ряд минусов. Под воздействием открытого огня, например, во время пожара, он выделяет ядовитые пары, и к тому же сам хладагент является парниковым газом. Но, несмотря ни на что, во избежание возможных губительных последствий, в 1985 году была согласована Венская конвенция об охране озонового слоя. А в 1989 году вступил в силу Монреальский протокол, в котором изложены цели и методы сокращения разрушающих озон веществ. К 2013 году протокол ратифицировали все страны ООН и Европейский Союз. Фреоны попали под запрет. Правда, не все и не полностью. Но корпорации теперь обязаны заменить их веществами, не наносящими вреда природе. За соблюдением этих условий строго следят международные комиссии, и в результате выброс фреонов в атмосферу постоянно сокращается. Климатологи из НАСА впервые экспериментально подтвердили эффективность данного протокола. С помощью прямых измерений химического состава атмосферы над Антарктидой удалось установить, что уменьшение концентрации галогеносодержащих газов приводит к снижению скорости роста озоновой дыры. Оказалось, что средний уровень хлороводорода в атмосфере над Антарктидой с 2006 по 2015 год упал примерно на 220 триллионных долей. То есть в среднем за один год концентрация хлора уменьшалась примерно на 25 триллионных долей. В это же время наблюдалось и заметное снижение скорости уменьшения концентрации озона в атмосфере. Ученым удалось показать однозначную корреляцию между концентрациями хлороводорода и озона в атмосфере. С 2006 по 2010 год концентрация хлора и скорость истощения озонового слоя синхронно падали, после чего наблюдался период стабильной концентрации озона и хлора. А с 2013 концентрация хлора и скорость потери озона медленно росли, но тоже синхронно. Но вот в 2020 году озоновая дыра в южном полушарии стала расти наиболее быстро с середины августа и уже к началу октября достигла своего пика в 24 миллиона квадратных километров, что больше среднего показателя за последние 10 лет. Сейчас она простирается почти над всей территорией Антарктиды. Самое низкое содержание озона, 95 единиц Добсона, было зафиксировано 1 октября. Ученые считают, что к этому моменту истощение озонового слоя по масштабам достигло своего пикового значения в 2020 году. Эксперты пришли к выводу, что крупная озоновая дыра в 2020 году над Антарктидой была вызвана сильным, стабильным и холодным полярным вихрем. Так что же из этого получается? Оказывается, что озоновые дыры в Антарктике существовали и будут существовать, и о них можно не беспокоиться? Это не совсем так. Такая специфика обусловлена антарктической циркуляцией. Зимой и весной стратосферные массы воздуха там изолируются, охлаждаются, и это способствует зарождению некоторых процессов по перемещению озона. Движение массы озона в ноябре-декабре из средних широт в область Южного полюса приводит к заполнению антарктической озоновой дыры. Максимальных же размеров дыра достигает в конце сентября. Можно сказать, что изменения в озоновом слое связаны с наступлением зимы. Зима начинается в стратосфере Арктики в октябре и совпадает с началом полярной ночи. При этом снижается температура и формируется устойчивый стратосферный полярный вихрь, в котором скорость ветра иногда может превышать 100 метров в секунду. В самом вихре температура может опускаться ниже минус 78 градусов. В этих условиях формируются полярные стратосферные облака. Также сегодня можно совершенно точно заключить, что на озон влияет водород, который выходит из разломов земной коры, и диоксид серы, выделяющийся при извержении вулканов. Например, аномальное поведение озона зафиксировали в 2015 году, когда в период с 22 по 30 апреля произошло извержение вулкана Кальбуко в Чили. Получается, что на уровень озона влияют как естественные, так и антропогенные факторы. И отбрасывать даже что-то одно совершенно не стоит. Ведь от этого зависит жизнь на планете в целом. В 2018 году ученые пришли к выводу, что озоновый слой планеты восстанавливается, и это может замедлить глобальное потепление. Они отметили, что скорость его восстановления составляет 1-3% за 10 лет, и что при таких темпах он должен полностью восстановиться над северным полушарием к 2030 годам, над южным к 2050, а над полюсами к 2060 году. Возможно, соблюдая Монреальский протокол, нам удастся снизить вредное воздействие на озоновый слой. Тем не менее, сам по себе этот слой никуда не пропадает, разве что погаснет наше Солнце, с помощью которого он появляется. Но, к счастью, этого в ближайшее будущее не предвидится.